Продолжаем выпуск. С ослаблением карантинных ограничений количество автомобилей на дорогах резко возросло. Вне зависимости от этого нагрузка на сотрудников Государственной службы безопасности дорожного движения не снижается. По данным Главного управления безопасности дорожного движения МВД, в этом году на дорогах страны произошло 3012 ДТП, в результате которых 912 человек погибли и 2811 пострадали. Для обеспечения безопасности дорожного движения, предотвращения дорожно-транспортных происшествий и пробок на дорогах регулярно проводятся профилактические мероприятия. Дорожно-транспортное происшествие, произошедшее на автомобильной трассе М39 Ургутского района Самаркандской области, стало причиной гибели 4-х человек. Также 3 человека получили травмы различной тяжести. К сожалению, это не единственный случай на сегодняшний день. Подобные аварии становятся частым явлением на дорогах. В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий, сотрудниками Управления безопасности дорожного движения, а также Следственного департамента при Министерстве внутренних дел Узбекистана, организовываются автокараваны пропаганды. В проведении подобных мероприятий особое внимание уделяется разъяснению среди населения правил безопасности дорожного движения. Отмечается необходимость соблюдения всех требований на дорогах, поскольку малейшая ошибка может стоить жизни людей. Согласно изучению и анализу дорожно-транспортных происшествий, проведенных Главным управлением безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Узбекистана, причиной дорожно-транспортных происшествий в последнее время становится грубое нарушение гражданами правил дорожного движения. В частности, это связано с тем, что водители не пристегивают ремни безопасности, не соблюдают правила санитарно-эпидемиологической безопасности, значительно превышают скорость, занимаются незаконной перевозкой пассажиров. Если говорить о статистике, количество дорожно-транспортных происшествий за 7 месяцев текущего года составило 3 012 случаев, 912 летальных исходов и 2811 человек получили ранения различной тяжести. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. По мнению специалистов, именно увидев последствия дорожно-транспортных происшествий, большинство людей смогут сделать правильные выводы. Эти цели преследуют и автокараваны пропаганды. Однако все же, несмотря на проводимые профилактические работы, аварии на дорогах все еще не редкость. Об этом говорят и цифры. В этом году в регионе произошло 321 дорожно-транспортное происшествие, в результате чего 127 человек погибли и 248 получили травмы. Только в самом Ургутском районе произошло 28 ДТП, которые стали причиной смерти 18 человек. Поэтому для предотвращения или же снижения подобных случаев необходимо уделить внимание и глубокому анализу происходящих аварий. Сейчас мы стоим на одном из перекрестков Ташкентской области, где каждый день приезжает очень много машин, поскольку он связывает города Ташкента и Нуравшана, также Сергилийские и Юкоро-Черчихские районы. К сожалению, здесь происходило очень много мелких аварий, поэтому было решено пересмотреть режим работы установленных на этом перекрестке светофоров, после чего были введены изменения. В частности, на всех четырех светофорах изменена продолжительность горения красного света, чтобы у водителей было больше времени для совершения поворота. Эти меры направлены на предотвращение ДТП. В настоящее время сотрудниками Управления безопасности дорожного движения рассматривается вопрос введения подобных новшеств, а также проведения разъяснительных работ во всех регионах Узбекистана. Главная цель – повышение бдительности наших граждан на дорогах.